Более 600 врачей из России и близлежащих стран приняли участие в 12-й научно-практической конференции флебологов. Подобного размаха мероприятие проводится дважды в год. Сегодня, в честь 75-летнего юбилея Рязанского медицинского университета, ВУЗ принимает гостей из других городов. Рязань не просто принимает гостей, но Рязань активно в этом участвует. И будут доклады наших хирургов, наших ученых, доклады. И поэтому это даст еще больше развития сосудистой хирургии в нашем городе. Рязанский медицинский университет не случайно стал площадкой для конференции. Это также и дань памяти великому хирургу Павлу Григорьевичу Швальбе, выпускнику ВУЗа. Сосудистый хирург – почетный член Российской ассоциации флебологов, который внес очень много в профессию. И хоть сейчас технологии продвинулись далеко вперед, опыт его по-прежнему ценится. В холле здания – выставка, где любой врач или студент может ознакомиться с продукцией компании. Фиксирующие повязки, специальные мази и препараты – все это новейшие разработки врачей. На конференции будут заслушаны доклады врачей-флебологов из разных городов – Москва, Воронеж, Витебск и другие. Мероприятие научно-образовательное, конечно, возможность послушать опыт ведущих специалистов, увидеть прекрасные доклады для наших молодых обучающих, для молодых врачей – это прекрасная возможность. Причем это дома, никуда не нужно ехать, комфортно, очень интересно представлено, на очень высоком уровне. И посмотреть действительно есть на что. На одном из стендов представлены мини-инвазивные хирургические методы для лечения венозных болезней. По словам представителей компании, далеко не все участники выставки знают о них. А это – последнее слово флебологии, опыт которого заимствовали даже зарубежные коллеги. В последнее время начали развиваться мини-инвазивные технологии, инновационные в лечении венозной патологии. И, конечно, есть разработки инновационные, как в Российской Федерации, которую мы с удовольствием применяем, например, лазерные технологии. Точно так же и в Республике Беларусь тоже применяются мини-инвазивные технологии, например, радиальные лазеры. Это все обменивается, и самое главное, что это является обогащением знаний как наших специалистов, так и ваших. Монитор, который расположен на стенде – это как раз прибор радиочастотной абляции. А рядом устройство куда интереснее. Это инновационный метод системы закрытия вен на основе биологического клея. Катетер вводится непосредственно в вену, по которому и идет клей. Доктор выдавливает клей, он выдавливается по каплям, и дальше, продвигаясь по уходу вены, вена просто склеивается. На процедуру уходит порядка 10 минут, и пациент может сразу же вернуться на работу, на учебу или даже пойти загорать. Такая необычная технология уже спасает жизни людей. К тому же она очень эффективна для людей пожилого возраста, когда хирургическое вмешательство может привести к различного рода осложнениям. Но есть только одно «но». Процедура пока не из дешевых. И это только один прибор из широкого спектра, представленных на разных стендах. Сама научно-практическая конференция продолжится до 2 июня. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания «Город».